ну что согласен наверное он согласился на эту халтуру на эту простую работу но простая ли обратите внимание студент здесь совершает преступление движим и необходимостью оградить эту самочку которая ему нравится других парней он переступает закон и совершает серьезное преступление он начинает пользоваться доверием своих бывших работодателей а он надеется что они останутся в отношении к нему работодателями и подсылает им мину ведь его корешок то английский совсем не знает и мало того что он английский не знает он будет там вредить да и кроме того он еще будет и деньги получать да и кроме того он будет мешать возможность создавать для дочки поступить в институт английский же ей нужно изучать то есть понимаете как много вреда этот студент наносит а этот сынок является соучастником этих преступлений а в чем коварство преступлений а коварство преступлений в том заключается что человек совершив их теряет уважение к себе и в дальнейшем начинает обвинять все свое окружение что именно окружение виновата в его бедах это очень важно человек совершив такого рода преступление или предательство начинает терять уважение к себе а не уважая себя он перестает уважать кого бы то ни было и с одной стороны будьте внимательны к тому чтобы самому не совершать преступления и будьте внимательны к тому чтобы не склонять других совершать преступления и будьте внимательны к тому чтобы не позволять другому заставлять вас преступления совершить и кстати эту тему в том числе мы с вами раскрывали в разборе фильма догвиль обратите внимание ну что а мы с вами встретились в пространстве второй части разбора шикарного фильма «Паразиты». И давайте же узнаем, что будет дальше. А сейчас мы видим, что студент настолько идиотом является, что отправляет своего корешка, который совсем английский не знает, обучать английскому языку свою клиентку. Отлично. Твоя сестра ведь рисует неплохо. И фотошопе рубит. Они даже не стесняются подделывать документы. Обратите внимание, где находится сестра. В каком-то компьютерном клубе, где запрещено курить, но сестра курит. И еще таким образом они и здесь паразитируют, что сестра смахивает пепел прямо сюда на мышку, на коврик. Тем самым она создает условие, что мышка может сломаться, и дополнительно они здесь вредят. И создатели фильма интересно показывают, как паразит вредит всему, до чего он докасается. Природа его, видимо, такова. Почему не взяли ее в художку? Да потому что и тебя не взяли в университет. Видимо, художка поняла, что перед ней тот еще паразит, которого нельзя допускать к здоровому организму. И изолировала их от того, чтобы дать им возможность себе вредить. Имейте в виду. Тема-то заключается не в том, что это плохие ребята или хорошие. Нет. Можно ли обвинять человека за то, что кошку, например, за то, что она мяукает? Это ее природа. Тема заключается в том, чтобы просто замечать, делать выводы, принимать решения и видеть, когда вы смотрите. И именно поэтому я считаю, этот фильм он поучителен. И для меня паразиты – это в том числе философская притча. Полное неуважение к другим. Обратите внимание, какими неудачниками паразиты считают всех остальных. Эта официантка здесь в красной рубашке делает свою работу и честным трудом зарабатывает деньги. А вот эта сестренка, видите, с каким неуважением она относится к честному труду. Именно поэтому они и заклинают себя на бесконечную бедность и жизнь в мусорке. А браток пытается уладить, улыбается и все заглаживает своей мерзкой, лживой, листивой улыбочкой. Кроме того, обратите внимание, они совершают преступление, но они даже не стесняются делать известным свое преступление. И дома это преступление видят все их родители. И благодарят, и начинают их как бы гордиться ими и уважать, из-за того, что их дети совершают реальное преступление. Но именно из-за отношения родителей к этим преступлениям эти дети их и совершают. То есть, обратите внимание, ведь это не в первый раз происходит здесь. И это желание халявы, это желание обмануть, и желание навредить, и желание поживиться за чужой счет и заклинает этих жителей, которых в этом фильме мы с ними знакомимся, на бедность. Да лучше бы сделали талантом какую-нибудь толковую работу, занятие делом, честный труд. Что здесь гордиться преступлениями-то в конце концов? Ты, сын, на собеседование едет. Хоть бы удачи пожелал. Сынок, ты знаешь, я горжусь тобой. Хоть бы удачи пожелал. Да, и здесь им фортанет. И здесь, так сказать, вселенная отреагирует на их просьбы. Именно тогда, когда Батек пожелал сыну удачи, именно когда, когда мамаша сидит и чистит тот камень, немножечко вселенная, которая зачастую реагирует практически моментально на наше поведение, мышление и просьбы, отреагирует благосклонно к ним. Но используют ли они эту возможность наилучшим образом? Нет. Они, получив эту возможность, уничтожат эту возможность и уничтожат себя. Потому что нет у них способности удерживать благополучие в своих руках. Паразит сжирает все вокруг и рубит сук, на котором сидит. Он сжирает организм, в котором он находится, к сожалению. Папа, я вообще не считаю это преступлением. Немножко его терзают муки совести, но чтобы себя немножко успокоить, он говорит, я вообще не считаю это преступлением, все в порядке, что я только немножко сделал. Но именно такая дорожка и ведет к большим преступлениям. Через год я поступлю в универ. Конечно поступишь. Куда ты денешься? В кавычках. Да не поступишь. Мы не видели его здесь читающим или занимающимся делами, изучающим предметом. Тем человеком, который учит что-то наизусть, нет, не видели. Он здесь только халтурит, пьет пиво и ничего не делает. И недаром он не поступал до этого четыре раза. И даже английский он не знает. Видели, да? Слово simple он не знает, как переводится. Ну что, бычий цепень паразит отправился в тело хозяина. И, к сожалению, хозяйское тело этот бычий цепень примет. И мы с вами будем разбирать, как это происходит и что нужно делать для того, чтобы все-таки гигиену соблюдать и паразитов к своему телу не подпускать. Такой милый постригся специально. Лучший костюм на себя надел. Немножко заставляет себя стесняться, извиняться, спасибо говорить. Чем не пыль в глаза, которую он пускает, чтобы настроить благосклонность к себе? Представьте, в каком новом мире, в какой новой вселенной он сейчас оказался. И представьте, какое сильное желание чувствует он и будет чувствовать каждый из членов его семьи, оказавшись здесь, чтобы превратить это прекрасное место в то место, которое является их домом. То есть у них будет непреодолимая потребность превратить этот прекрасный дом в мусорку. Добрый день. Здравствуйте, госпожа. Нет-нет, я просто здесь работаю. Прошу сюда. Какой у вас красивый сад. И в доме неплохо, да. Да, обратите внимание реакцию этой домработницы на комплимент. Она сама тут еще паразит, но паразит под контролем, который вредит не больше, чем создает пользу. И совсем скоро мы с этим аспектом и с ней подробнее познакомимся. И обратите внимание, она не начинает таять, когда получает комплимент в свой адрес. Она отвечает тоже, показав как бы зубы. Типа, не на того наехал, браток. Внутри тоже красиво. Понял, заходи. Архитектор, который здесь раньше жил, сам этот дом и построил. Тоже важный момент. А как вы думаете, эти паразиты способны что-то построить сами? Детский сад. Идите за мной. Присядьте пока здесь, а я позову хозяйку. Этот сынок узнает, что здесь живет, кроме этой дочурки, которой необходимы услуги репетитора, к сожалению, фальшивого, еще и некий маленький малыш. И, наверное, уже продумывает, как же впихнуть сюда и свою сестру-мошенницу. Хорошо. Хорошая семья. Вот это хозяйское тело. И, к сожалению, этот фильм, конечно, поучителен. К сожалению, у них нет гигиены рук. Нет внимания. Нет способности видеть, когда они смотрят. И, к сожалению, эта прекрасная семья допускает к своему организму этих паразитов. И поплатится. Поплатится. Да, батек их поплатит со своей жизнью за эту ошибку. Он пришел в новый репетитор. Бумаги мне не интересны. А вот зря бумаги ей не интересны. Ведомо глупые рекомендации ей от человека, которому доверять не стоит, того студента. Здесь необходимые бумаги смотреть. Смотрите документы. Даже если вы ничего в них не понимаете, тогда подключите проводника, который понимает, документы знает. Кроме того, будет полезным еще узнать, а частью какого мира является этот пацаненок. Кто раньше были его клиентами. Где он живет. С кем он живет. Из какой семьи. Чем занимается. Чем думают. Кто его родственники. Из какой он школы. В каком университете учится. Кроме того, и справки из университета необходимо взять. И только после этой разведки можно позволить себе роскошь допускать этого юнца до работы с самым ценным, что у вас есть с вашими детьми. А в противном случае вы ставите их под удар. И именно совокупность этих ошибок и приведет к бедности эту женщину. Ведь она совсем скоро останется без своего мужа. А деньги зарабатывать сама она точно не способна. И они будут вынуждены выпилиться из этого дома. В том числе и по этой причине. Но не только по этой, а по какой вы скоро сами узнаете. Именно поэтому, товарищи, я и знакомлю вас с тем, какая высокая плата за совершение ошибок в силу неадекватности. Так делать не надо. Вас рекомендовал Минхёк, этого достаточно. Вы, наверное, знаете, Минхёк такой интеллигентный молодой человек. И именно этим он ее и взял. Видимо, тот тоже хитрец, который заставил чувствовать жалость и восхищение по отношению к себе. Какие у него манеры. Хотя видно, что тот Минхёк и сам английский язык не знает. Раз не удивился и не заметил, что его корешок не знает перевода слова simple. Мы с ДАЯ были им очень довольны, несмотря на ее оценки. Мы были с ним очень довольны, несмотря на ее оценки. Так его деятельность заключается в том, чтобы у ее дочки были хорошие оценки по английскому языку. Смотрите, насколько она невежественна в данном случае, что прощала тому смазливому студенту отсутствие у него навыков, способностей и знаний для передачи английского языка, даже тогда, когда оценки у дочурки плохие. То есть, прикиньте, какой кисель в мозгах у этой дамочки. И, к сожалению, именно из-за этого киселя легко ею будет управлять и манипулировать. Сама будет подставлять свои лбы под пули. Вы меня понимаете? Да. Конечно, он вас понимает. Да он тебе все, что угодно будет говорить, лишь бы листить тебе и лишь бы обворожить тебя. Лишь бы ты разрешила ему работать с вами и платила ему деньги. Он настолько голоден, что делает все для того, чтобы не демонстрировать свои проблемы. Он такой чудесный. Он такой чудесный, но, конечно, результат желаемый он никак не создает. Но он такой чудесный. Не обольщайтесь, мои дорогие. Смотрите и наблюдайте за результатами, которые люди создают. Чудесный, чудесный. Но ты ему деньги платила. И платила не только деньгами, но и вниманием, и временем. И вниманием, и временем своей дочки. А допуская к ней разных идиотов, ты ее заклинаешь на бедность. Тупая бывает, тупой вырастет, к сожалению. А все почему? Потому что неадекватность и некомпетентность, запомните, дорого стоит. Изучайте, познавайте и грызите гранит науки. Кроме вас самих вы никому не нужны, запомните. Знаете, скажу вам откровенно, мы не хотели его отпускать, пока да я не закончит среднюю школу. И чтобы она поступила в ВУЗ, именно поэтому мы и пользовались услугами того пацаненка. Но, мои дорогие, у нее плохие оценки в школе по английскому языку. А ты продолжаешь верить, что имея плохие оценки в школе по английскому языку, она будет иметь возможность поступить в ВУЗ. То есть вы прикиньте, какой неадекватной является данная мамаша. И представляете, что сейчас чувствует этот сынок. У него сейчас, наверное, слюни начинают течь. Он, как волк, видит перед собой обнаженную шею ягненка, которая так и просит его себя уничтожить. Ну, вмешалась эта заграничная стажировка. Да, заграничная стажировка, будь она не ладно. Да давно была пора избавиться от того пацаненка, который не способен обучить английскому языку ее дочку. И найти другого профессионала, у кого есть рекомендации и результаты, и опыт. Вы простите меня за откровенность, но я вот даже сомневаюсь. Если окажется, что вы профессионально не дотягиваете до уровня Минхёка, то я не знаю, есть ли смысл. Ну, здесь, конечно, она уже демонстрирует свои слабые позиции, показывая, что ей немного неловко об этом говорить. И обратите внимание, этот пацаненок понимает, в какой опасной ситуации он сейчас находится. И он понимает, что английский язык он совсем не знает. Но сейчас он возьмет их другим. А чем? Мы увидим. Так вот, я вот что хочу сказать. Но вы посмотрите на эту милашку. Мои дорогие, что я еще хочу сказать здесь? Тема не только заключается в том, что вот мы с вами знакомимся с природой паразитов. Тема не только в этом. Вы посмотрите на этого барашка в лице этой мамочки. Но разве она не вызывает желание у любого человека над собой поиздеваться, понимаете? Вот в чем тема-то заключается. Она сама своей уязвимостью, слабостью своей и желанием быть такой красивой и хорошей вызывает желание над собой издеваться. Здесь всегда двухсторонняя игра. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Это вообще не только о половых играх. Это вообще всегда о том, что в споре один дурак, второй мошенник, например. Что в драке оба ее спровоцировали. Что если у человека, например, деньги украли, опустили его как-то на бабки, то он сам сделал все для того, чтобы остаться без денег. Это всегда двухсторонняя игра. И запомните, джентльмен не оказывается в подворотне. Об адекватности в том числе серия этих разборов. Но вы посмотрите на этого барашка. Посмотрите. Простейшие примеры метафору здесь можно представить. Да, кстати, сказанное выше звучит жестковато, но ничего страшного. А метафора следующая. Представьте, что эти паразиты это нищие, которые просят милостыню на улице. А семья этих богачей это самоуверенный в себе и самовлюбленный идиот, который идет и бросает этому нищему милостыню. Но таким актом он только приумножает нищеганство в мире. Потому что он таким образом соблазняет людей, даже у тех, у которых есть возможность самостоятельно жить, нищими становиться. Это всегда двусторонняя связь, как и я, не можно сказать. Они нашли друг друга. Поэтому, с одной стороны, здесь жажда наживы и отсутствие возможности остановиться вовремя со стороны паразитов. А с другой стороны, отсутствие личных границ кожи и иммунной системы, защиты из стального кулака в бархатной перчатке со стороны этого семейства. Учиться можно у обоих. Не так ли? Сегодня первое занятие. Разрешите мне побыть с вами? Фуллтайм, чтобы посмотреть, как вы работаете. Фуллтайм, чтобы посмотреть, как вы работаете. Знает ли он, что значит это фуллтайм, полное время? Ну и здесь тоже эта дамочка демонстрирует кисель в своих мозгах вместо мозгов тем, что иногда использует английские слова. Типа она пытается так быть современной, классной и модной. А может быть здесь создатели фильма иронизируют над тем, во что превращается Южная Корея? Не знаю. Он, наверное, не понял, что она его спросила, но не подал виду. Точно в себе уверена? Как еще взять на себя преимущество в переговорах в данном случае? Только задавая вопросы ей, чтобы ставить ее в подчиняющееся положение. Кроме того, обратите внимание, ну сколько этой девочке лет? Наверное, лет 12-13. И, конечно, у нее и у ее одноклассниц в голове только одно. Лишь бы парень был, ухажер был и так далее. Ну, вы знаете, в общем, да, платоническая любовь, взаимопонимание, забота, стихотворение и романтика. И, конечно, ей хочется хвастаться перед ее подругами, что у нее парень, который учит ее английскому языку, он старший, такой классный. И представьте, каким авторитетом этот мальчишка является в ее глазах. Деньги зарабатывают, в университете учатся, ну и так далее. Да и лет ему, наверное, уже 19-20, такой большой. То здесь любой бы парень на месте этого пацаненка-мошенника не смог не сделать так просто в своем присутствии, чтобы эта девочка думала о том, какой он классный и влюблялась в него. А он понимает, у него задача сделать ее своим союзником и сделать так, чтобы она уговаривала свою мамашу, чтобы он остался здесь работать. И смотрите, как он легко это сделает. Ну, во-первых, он задает ей вопросы, которые заставляют ее оправдываться перед ним, и тем самым он ставит ее в подчиняющееся перед собой положение, а ей-то, конечно, только это и нравится. Да, он, конечно, сейчас играет на мамочку, типа он такой классный, внимательный, заботливый и мудрый, но ничего не говорит на английском языке. Но раз ты пришел обучать английскому языку, то ты должен общаться на английском языке. Практические кейсы никто не отменял, даже на собеседованиях, например. Если вы принимаете человека-менеджера по продажам, который будет общаться с клиентами на английском языке, то попросите его продемонстрировать вам, как он будет продавать на английском языке. Проверяйте людей, как если они делают перед вами то, что они должны будут делать в работе. А он здесь никак не показывает свой профессионализм. Он просто пускает пыль в глаза и этой девочке, и ее мамаши. И у него это получается. И чья это проблема? Конечно, мамаши, как старшие самые здесь, что она не способна отделить мух от котлет. Это, конечно, удивительно и неожиданно. Представьте, как эта девочка возбудилась. В ее жизни появился парень, который так уверенно хватает ее за руку и контролирует ее, контролит и ведет. Конечно, она запомнит это на всю жизнь. Она просто здесь ждала этого. И парниша это знает. Да, даже если там пульс абсолютно нормальный, этот трюк, как фокус, производит такой эффект на всех, что мамочка сейчас думает, какой профессионал. Снимай, дочурка, точно не пропадет. Вообще молодец. Но это все пыль в глаза. Сердце? Никогда не врет. И она здесь сердце никогда не врет. Какой он трогательный, какой он умный, какой он внимательный и заботливый. И как он хочет, чтобы у меня все было хорошо. Такие мысли прогоняются в этом юном мозгу. И, конечно, эта девчушка не может теперь не влюбиться в этого мошенника. Сдавать экзамен, это как идти через болото. Остановишься и все, тебя засосало. Какой ты молодец. Ну вообще, ну посмотрите на него, какой он мудрый оказывается. Это упражнение? Да плевать на него. Я хочу, чтобы ты прошла через экзамен уверенно. Но представьте, как этой девочке теперь не влюбиться в этого мошенника после того, что он ей так уверенно сейчас и заботливо, как бы ей говорили. Без колебаний. Вот и все, что мне нужно. Вот и все, что мне нужно, говорит он. И здесь он говорит это в том числе и мамочке. Понимаете, все, что мне нужно, это чтобы ваша дочурка поступила в институт. Но он сам в этот институт не поступил. Он сам английский не знает. Поэтому всегда смотрите, это казаться или быть в человеке. Главное это дерзость. Какой глазной контакт, как он на нее смотрит. Он зафиксировал ее руку и внушает прямо ей в спину и мозг. Что-то он знает, этот парниша. Видимо начитался, сидя на толчке в своем доме. Дерзость. Понимаешь? Ну еще тактильный контакт, который она, наверное, никогда не испытывала с представителем противоположного пола. Как она может здесь не влюбиться? Парниша это знает и пользуется этим. А мамаша все очаровалась, уже достала деньги и готова платить их вперед. Она услышала, что для него самое главное это сделать все, чтобы ее дочурка поступила. Но какая разница, что человек говорит. Не имеет никакого значения, что вырывается из его рта. Там могут быть любые слова, любая лесть. Самым красноречивым о человеке говорит то, частью какого мира он является. Этот мошенник сам не поступил, английский не знает. И это более красноречиво, чем то, что он говорит здесь своими сладкими и красивыми речами. Платить я вам буду раз в месяц. В неделю у вас будет три занятия по два часа. Обратите внимание, как она распоряжается здесь командами. Пребывает в иллюзиях, что она здесь заказывает музыку. И даже не вдомек ей, что она уже давно здесь ведома. Чем человек больше думает, что он главный в каком-то пространстве, тем надо быстрее ему щипать себя за бедро и задаваться вопросом, а не является ли он пешкой в пространстве чужой игры. Ну ты наша добряшечка стала еще платить больше и добавила за инфляцию. Какая молодец. Но запомните, она наверное думает, что если она будет платить ему больше, то он и работать будет качественнее. Но запомните, такого никогда не бывает. Если перед вами идиот и халтурщик, то сколько бы вы ему не платили, он все равно работу сделает плохо. А многие думают, ну я заплачу ему побольше и сделает хорошо. Нет, тот, кто не разбирается, не профессионал и плохо работает, он за любые деньги будет работать плохо. И в то же время профессионал за любые деньги будет работать хорошо. Чтобы не потерять уважение к себе, профессионал за любые деньги сделает на высочайшем уровне. Просто второй раз он с вами работать не будет, если вы его по деньгам обманете. Но сделает он очень хорошо, потому что он предан и себе, и своему ремеслу. Имейте это в виду. А если человек не разбирается, то сколько бы он денег не получил, он все равно будет работать плохо. Спасибо. Спасибо, говорит он, какой вежливый. Давайте. Представьте, как он очаровал эту мамочку. Я вас познакомлю как следует. Это репетитор, да я. Зовите его Кевин. Здравствуйте. Кевин, зовите его. Он даже себе имя придумал, английское. Типа он имеет отношение к Англии. И он понимает, или к Америке. В общем, к англоязычной стране. И он понимает теперь, что это является одной из кнопок у этой мамочки делать себя и позиционировать себя имеющим отношение к чему-то американскому и английскому. И она легко на это дело ведется. А вы ни на что не ведитесь. Пусть у вас не будет никаких кнопок. Себя знаете. Господин Кевин, если проголодаетесь во время занятия, зовите меня. Обращайтесь к ней по любым вопросам. Мунг вас знает дома лучше, чем я. Что? Да, Сонг, немедленно прекрати. Что ты делаешь? Прости, Сонг. Аха-ха-ха, как мило. Он сейчас заставляет себя показывать себя тем, которому нравятся мальчики. И типа он хорошо с ней может повадить. Нет, какой смешной. Какой милый, какой смешной. Айути-пути, какой ты хороший здесь, да. Конечно, он знает, что мамочке будет приятно слышать из уст будущего учителя своей дочки, что ее брат ей тоже понравился. Ах, змеёныш. Да, сейчас у него задача разговорить, создать условия, чтобы мамочка рассказывала ему о своем младшем. И таким образом, смотрите, мамочка, рассказывая этому мошеннику о своем младшем сыне, начинает испытывать позитивные эмоции. И испытывая эти позитивные эмоции, она, грубо говоря, накладывает голограммой эти позитивные эмоции и на этого мошенника. И по умолчанию начинает испытывать эти эмоции, общаясь с этим мошенником. То есть задача мошенника здесь, это так, организовать условия, чтобы заставить мамочку говорить ему о своем сынишке. Это господин Кевин. Давай, нет, 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 давай. Это набор индейца. И я заказала их из Америки. С прошлого года зафанател от всего... Девы и твитка, будто ему интересно. Индийского. Заказала из Америки. Ясно. Он такой веселый парнишка, да? Веселый парнишка, да. Думает, что же такое сказать про него, чтобы заставить мамочку говорить о своем сынишке. И домохозяйка тоже, обратите внимание, делает вид, как будто ей нравится его качать. Это облако и мир лицемерия. Каждому здесь необходимо просто продолжать паразитировать и бабки зарабатывать. И ради этого они даже готовы продать себя и ради приличия улыбаться. Это бытовая проституция, на мой взгляд. Да как сказать. Неуемный, очень рассеянный. Ни секунды не сидит на месте. Да, и здесь этот мошенник понимает, необходимо организовать крючок и зацепку, чтобы протащить сюда еще одного паразита. Потому что этот организм совершенно беззащитен. Иммунная система у него деактивирована. И поэтому здесь есть чем поживиться. Один клещ прогревает почву, чтобы пригласить сюда своего брата, другого клеща. В данном случае сестру. В прошлом году решила, запишу его в скалы. Как мило улыбается он. Там его научат быть внимательнее, слушаться старших. Ага, как же. Стало только хуже. Их вожатый тоже повернут на индейцах. Может, в этом все и дело? Как-как мило посмеялись. Ха-ха-ха-ха-ха, как трогательно. Да. Скауты вообще очень ценят американских индейцев. Да, Скауты очень ценят американских индейцев. Он думает, что бы такое сказать, что было бы в карту этой мамочки, чтобы заставить ее говорить еще больше. И актом своего общения с этим мошенником мамочка будет все больше и больше проникаться доверием к нему. А доверие ему нужно. Он же паразит. Ему необходимо пробраться во все органы этого беззащитного тела. Смотрите, он четко не отвечает на вопрос. Он даже не знает, о чем речь. Но как бы так ответить, чтобы создать ей иллюзию, что да, я можно сказать им родился. Но он никакого отношения к этой традиции совсем не имеет. Он готов сейчас петь любую песню, лишь бы мамочка сильнее затекла. Отлично, смотрите, он ее разболтал и вызвал у нее желание болтать и говорить ему о своем сыне. Отлично. Помните, еще раз я скажу, вызвав у нее желание рассказывать ему о своем сыне, он тем самым вызывает у нее необходимость испытывать позитивные эмоции, любовь, заботу и прочее. И поскольку она начинает говорить о своем сыне этому мошеннику, она начинает по умолчанию проникаться и к нему этими эмоциями, будьте внимательны. Если особенно незнакомый вам человек вызывает у вас желание, как вы думаете, рассказывать ему о своих близких, о своей семье, увлечениях, о своих целях и задачах и прочее, то знайте, перед вами паразит, который потихонечку начинает всасываться в ваше тело. Имейте в виду. Всегда задавайтесь вопросом, а какую выгоду преследует сейчас человек перед вами? Лишним это, мои дорогие, точно не будет. Предупрежден, вооружен, ведь именно из-за отсутствия иммунной системы у этого организма он так дорого совсем скоро и поплатится. Сами виновата эта семейка, какая она прекрасна на этой общей фотографии. Но они сами виноваты, что допустили паразитов так глубоко в свой организм, к сожалению. Посмотрите на эту картину. И это прекрасная картина. Обратите внимание, что мамочка восхищается картинами своего сына. Ей нравится. Никакой проблемы в этом она не видит. Но сейчас этот мальчишка, мошенник, будет создавать из этого проблему, потому что ему необходимо протащить сюда свою сестру. Это так метафорично. Сильная вещь? Да, конечно, сильная вещь. Так метафорично, говорит он. Он выдавливает из себя необходимость делать комплименты, чтобы сильнее и сильнее втираться в доверие к этой мамочке. Совсем себя не щадить, не так ли? Вы тоже так считаете? Вы тоже так считаете. Но, конечно, она жаждет и, конечно, ей будет приятно, если особенно незнакомый человек, который для нее, кстати, является авторитетом, типа студент, будет обучать свою дочку, типа хорошо все разбирается, английский язык знает, оценивает работы ее младшего сына. Конечно, ей приятно такая санина в уши, не так ли? Эйвен, вы тонко чувствуете живопись. Тонко чувствуете живопись, да. Это шимпанзе, правильно? Это автопортрет. Конечно. Конечно, вышел он из положения, когда сказал совсем не то, что там нарисовано. Юные художники видят мир совсем иначе. Юные художники, да. И многозначительно мамочка кивнула. Мой маленький малыш, он просто юный художник, он талант и гений. Настоящий гений в нем сокрыт. И совсем скоро он проявится и явит себя миру. Здесь тема заключается в том, что, конечно, это прекрасно. И, конечно, своими активными ожиданиями эта мамочка и внушает необходимость своему сыну быть этим гением. Но тема здесь заключается в том, которую я подчеркиваю, это то, как этот мошенник этим пользуется и делает это своими козырями. С одной стороны. А с другой стороны, что мамочка настолько беззащитна, но уже допустив этого бычьего цепня к себе в организм, ничего не может поделать, иммунная система уже дает сбой. А у Дасонга взгляд особенный. Взгляд особенный. Он думает, какие еще можно комплименты вешать, чтобы эта мамочка все больше и больше проникалась к нему доверием, уважением, а может быть оплатит на год вперед заодно. А может быть она так к нему привяжется, что даже когда тот бывший учитель ее дочурке вернется, она скажет ему нет. Сами понимаете, да, что сейчас делает этот паразит. В последнее время мы с Дасонгом сменили столько учителей по рисованию. Опа! Сменили столько учителей по рисованию. Отлично! И здесь можно будет, думает он свою сестру паразитку протащить. Ни один не продержался дольше месяца. Да Сонг у нас такой неуправляемый. Вот он и задумался. Но сейчас он будет делать это в несколько шагов плавненько. Одну минуточку. Да? Кажется, я знаю одного человека. Но он не сразу говорит этого одного человека. Он говорит, кажется, я знаю одного подходящего кандидата. И таким образом он рождает эмоцию нетерпения и интереса у этой мамочки. И в то же время она начинает волноваться и сомневаться. А вдруг он сейчас не вспомнит этого человека? Какую же важную возможность я могу упустить? Вот так вот легко он просто ведет эту лохушку, к сожалению. Но, конечно, этот фильм это гротеск. Здесь все преувеличено. потому что ежели они стали настолько успешными эти муж и жена, то они не могут быть настолько идиотами. Здесь должны сыграть взаимоисключающие переменные в этом уравнении. Поэтому эта философская притча поучительная. Как же ее зовут? Как же ее звали? Он заставляет себя сделать вид, как будто он вспоминает, как ее зовут, чтобы мамочка начала волноваться. А вдруг он не вспомнит. Джессика, конечно. Джессика, да, имя ей американское придумал, потому что знает, что если он назовет сейчас южнокорейское имя, то это не будет иметь ценности для этой мамочки. Поэтому имя должно быть такое, знаете, англо-американское. Джессика совсем подойдет. Джессика, Джессика, она училась в художке с моим двоюродным братом. Как же ее зовут по-корейски? Она не имеет никакого значения, как ее зовут по-корейски. Пусть она отразится в голове мамочки, как Джессика. В Иллинойском университете это, наверное, первый город, который он вспомнил, который какое-то отношение имеет к Америке. А Америка является большой ценностью для мамочки, поэтому он и говорит, училась прикладному искусству в Иллинойском университете. Он сейчас сильно программирует мамочку, и эта мамочка будет воспринимать эту Джессику, которая никакая не Джессика, именно сквозь призму этой пелены, которую сейчас на глаза нацепляет этот мошенник. Одно искусство в Иллинойсе. Это второй козырь, который он пробрасывает в отношении Джессики, Иллинойский университет и Джессика. Ну, прям вообще предел мечтания этой мамаши. А после этого вернулась в Корею. Иллинойс, да. Иллинойс, как интересно, я что-то об этом слышала, расскажите подробнее. И что? У нее необычные методы, но она замечательно умеет управляться с детьми, знает, как их увлекать. Необычные методы. Таким образом, он стелет Солому, потому что его-то сестра вообще не имеет опыта общения и работы с детьми. И может быть, ее поведение будет казаться странным, особенно в тот момент неожиданный, когда мамаша решит проверить, а как ее дочка работает, понимаете? Поэтому это просто необычные методы. Любой непрофессионал и дилетант с умным видом может творить полную дичь, но называя это с глубокомысленным лицом, что у него просто необычный метод. Сами понимаете. Но она знает, как обращаться с детьми. Но помните, люди глупы, они верят в то, во что хотят верить. И именно поэтому так легко этому мошеннику удается управлять этой мамашей. Ну, надеюсь, хотя бы муж у нее будет достаточно умен, чтобы паразитов этих выжечь. Но, к сожалению, и муж у нее в этом фильме будет непрофессионал. В деле может быть и профессионал, но в жизни неадекватен. Ну что вы! И репутация у нее довольно серьезная. И репутация у нее довольно серьезная. Он здесь вешает тотальную дичь, которую мамочка и проверять совсем не будет. И здесь уже опасно. Сейчас на данный момент здесь один паразит в этом доме. Скоро в этом доме появятся два паразита. Они не смогут не начать поводиться. И потом появится и третий паразит, их папаша, и четвертый, их мамаша. И начнется уничтожение этого организма и гниение его изнутри. К сожалению. Хотя методика у нее уникальная. Ее ученики поступают в лучшие школы. Ух ты! Но какие ученики? Она даже это не проверяет. Именно потому, что она хочет верить в то, что какой-то особенный человек будет обучать ее сына, она начинает в это верить. Именно так легко и разводят верующих людей, которые верят в то, что сейчас на халяву они получат квартиры, машины и много денег и выложатся и вообще, и вообще, и вообще. И понимаете, здесь, ну, вот так вот они платят из-за своей неадекватности. Очень горькую монету. Всегда, чем больше вы хотите во что-то верить, тем скорее вам необходимо со всей силы щипнуть себя за правое бедро и сказать себе «Проснись! Ты начинаешь верить в тотальную дичь! Не спи! Проснись!» Знаете, все эти истории с быстрыми успехами, быстрый результат, стань успешным там и прочее, и прочее. Это все тотальнейшая дичь, на которую ведется, как правило, конкретные лохи. Имейте в виду, это все яйца выйденного не стоит. Возьмите книгу, читайте ее, конспектируйте, это будет полезным обучением. Законспектировав ее, проговорите, обучите другого, сами лучше поймете. Это все очень интересно. Это все очень интересно. Она здесь демонстрирует, конечно, свои слабые позиции, и здесь она показывает, насколько сильно она заинтересована. И здесь этот мальчишка должен не сразу продавать ту свою сестру, типа это некая Джессика. Ему необходимо подогревать больше интерес у этой мамочки, чтобы эта мамочка была так счастлива, когда следующий паразит проникнет в этот организм. Расскажите о ней еще. Хотите познакомиться? Кстати, то же самое в первой части я рассказывал про мусор, который продают, и люди за деньги его покупают. Ну, например, какая-нибудь там крекеры или печеньки, да, которые позиционируют как здоровые перекусы. Но вы представьте, какая-то дичь и какой-то ужас. Это же чисто быстрые углеводы, это сахар, химия. Но людям так их преподают, что люди готовы деньги платить за это. Но запомните, даже если вам будут платить за то, чтобы вы их ели, не ешьте. Изучайте физиологию, изучайте питание. Я в этом не профессионал, я немножечко это делаю, изучаю, и я считаю это архиважным. Ваше тело это то, о чем заботиться необходимо. И никто, кроме вас, это делать не будет. Хотели бы вы встретиться с ней, сказал он, повесив таким образом надежду, а потом отдаляется и создает препятствие. Хотя я слышал, что она пользуется большим спросом, понимаете? Чтобы таким образом вызвать желание, у этой мамочки еще больше хотеть, чтобы эта таинственная Джессика к ним в дом пришла. Так он показывает, что значит продажи, манипулятивного характера, создание искусственным образом препятствий, очарование, вызов желания, и мамочка на это все ведется. Вот так. Ну и график. Ну что, вот и его сестра, которую он сюда привел. Паразиты начинают плодиться, откладывать яйца, иначе не назовешь. Они гермафродиты, другие им не нужны, и сам этот мошенник откладывает здесь яйца, множатся, и вот уже два паразита в этом организме. Погоди, мне необходимо вспомнить всю легенду, для того, чтобы я могла ее поддерживать и продолжать врать. Паразитам легко врать. Честным людям врать очень сложно. Кроме того, честный человек врать не может, ведь после актов лжи он может утратить уважение к себе и превращается в паразита. Братьев нет или иной в Чикаго. Однокрупник Кинджино двоюродный брат. Да, видимо, не в первый раз им так пускать пыль в глаза. И ладно бы, знаете, если бы они были безобидны, но они так много здесь вреда будут наносить. Паразит не может быть безобиден. Как правило, паразиты это те в вашей жизни могут быть, которые действительно сосут кровь и которые не просто там кровь сосут, но реально вредоносят. Смотрите, это девчушка, у которой тот мошенник, учитель английского. Она уже волнуется и ревнует и смотрит, а с кем это он там пришел? Да, смотрите, эти мошенники раскачивают мамочку и заставляют ее с удовольствием рассказывать им об их сыне. И тем самым тот же маневр здесь срабатывает. Ведь рассказывая о своем сыне, она испытывает позитивные эмоции и испытывая позитивные эмоции, ее бессознательное маркирует на то, что источником этих позитивных эмоций являются эти мошенники. Таким образом они и втираются в доверие, заставляя себя улыбаться и внимательно с удовольствием как будто бы слушать эти душесчипательные истории о ее сынишке. Очень интересно говорит Джессика и заставляет себя вот так вот пространственно смотреть в никуда. А ртом говорить очень интересно. Она таким образом подготавливает мамочку к тому, что у ее сына есть проблемы. И таким образом Джессика создает в голове мамочки проблемы у сына, чтобы потом предложить решение и на разнице очень хорошо зарабатывать и наживаться. Но решать она будет те проблемы, которых нет. Она сама их придумала. И именно здесь неадекватность мамочки является причиной тому, что так много паразитов здесь уже развелось. Ничего, если я вас оставлю наедине. Меня ждет занятие, сдая. Да, конечно. Какой вежливый, какой молодец, как трогательно, как они заставляют себя улыбаться. А, конечно, когда они отсюда уходят, начинают смеяться и ржать на тему того, какие же идиоты их эти работодатели. Джессика, удачного урока. Они же себя считают самыми умными и, кроме того, они считают, что эти богатенькие незаслуженно получили так много роскоши и удовольствия в жизни, а вот к ним жизнь относится несправедливо. Но в этом-то и природа паразита. Именно считая так, он заклинает себя на бедность. Он просто не понимает, что к чему и думает, что все просто так. Нет. Спасибо за помощь. В общем, вы, наверное, поняли, наш Досом очень необычный мальчик. Привет. Начнем с 38-го упражнения. Кевин, послушайте. Просто бесит меня. Делает вид, что не может жить среди нормальных людей. Да, этой девочке лишь бы посплетничать, разве ей английский язык нужен? И необходимо в сплетнях ее поддерживать. Досом притворяется. Скажи, а как это связано с нашим предметом? Никак. Кевин, а можно задать вам вопросы? Та, эта мысль ею овладела, и она ничего не может с нею поделать, потому что, конечно, это ходячий набор инстинктов. Это учительница Джессика. Видите, уже ревность не дает ей спокойно сидеть на этом месте. Она действительно училась с вашим двоюродным братом? Он тут засуетился, потому что он думает, что его спалили на лжи. Не понял. Да, и как защита, что ты имеешь в виду, встречный вопрос. Она ваша девушка, да? Она ваша девушка, да, и он понял, что зря он так заволновался, потому что в уязвимой позиции находится именно эта девочка, считая, что у него отношения с Джессикой той. И он понял, как она ревнует, и он понял, что все, она на него запала, и она полностью находится теперь под его влиянием. Паразит, что скажешь? Да ты что? Я ее впервые вижу. Она вам нравится? Да, она красивая женщина, да. думает, наверное, да, отлично, если она меня так сильно уже ревнует, то она полностью уже моя и под моим контролем. Я так и знала. Вы на нее запали? Да, как правило, взаимоотношения подростков, они именно и такие, один обижается на другого, другой обижается на первого, они друг на друга обижаются, потом обижаются, и, в общем, из обиты состоит взаимоотношение у подростков, как правило. Ну и здесь да, вот так вот. Да, я. А Джессике можно сказать, что она похожа на розу, а ты похожа на... Там он что-то, наверное, приятное написал, какой-то комплимент сделал, трогательный. Вот так вот. Вот так вот паразит проник в организм. Ну, конечно, он понимает, что этим поцелуем, закрепив позиции, она просто не сможет не ждать с вожделением, но когда же будет следующий урок английского языка, ей так важно и интересно, и он так быстро делает своим союзникам эту дочурку. так, учимся. Так, учимся, да, теперь у них появился общий враг, который может их спалить. Это дополнительно их объединит, и мошенник это знает. Как она контролит? Конечно, при родителях ее могут спалить, что она вообще не шарит и не разбирается, не понимает, что делать, поэтому просят оставить мамочку их наедине. Сегодня у нас первый день, и он, как видите, не очень... Да, и таким образом она, внимательно рассматривая эту картину, как бы намекает, что у вашего сына большие проблемы. То есть, она уже второй раз готовит на невербальном уровне мамочку к тому, чтобы она была готова услышать о каких-то проблемах с ее сыном. Первое, это помните, когда она вот так вот говорила, да, у вас сын большой молодец, и в то же время телом показывала, что она думает о совсем другом. И, конечно, тело мамочки тоже услышало эти сигналы. И сейчас второе, она ведет себя таким образом, как будто она врач профессиональный с гигантским опытом зашла и увидела проблемы у пациента и говорит, я должна взяться за этого пациента и вылечить его, а вы, мамочка, можете мне помешать, поэтому выйдите отсюда, я же ради вас стараюсь, давайте уходите отсюда. Вот так вот и внушается этой доверчивой мамочке некая проблема. Да, смотрите, как она сидит и дергается, потому что эти невербальные внушения в тело прошли. госпожа, компоты не хотите? Что? Мункван, у меня идея. Налейте два стакана и отнесите в комнату до Сонга. Вы же у нас не родитель, вам можно войти. И в самом деле, я посмотрю, как идут дела, а потом доложу вам. Да, эта эмоциональная озабоченность демонстрирует, что мамочка на крючке, а что паразит уже проник к ней внутрь. О, как же я раньше не додумалась. Надо же, вы уже закончили? Да, и смотрите, как быстро хозяйкой здесь стала сестра, а мамочка ведет себя таким образом, как будто она гостья, волнуется и стесняется. Вот так вот легко ее очаровали, пустив пыль в глаза, мои дорогие. Не ведитесь на такую ложь. Госпожа, подойдите, пожалуйста. Да, Сонг, можешь идти к себе. Скорей! Вот что Досонг нарисовал. Ага. Я бы хотела поговорить с госпожой наедине. Да, вся эта важность нагнетает, она расчищает территорию, обозначает ее, метит углы, так сказать, наедине, что что-то важное сейчас мамочка должна услышать. Ничего, она нам почти как... Оставьте нас. Ну, конечно, сестренка контролит конкретно здесь. Такую ролевую позицию выбрала ведущую, что этому у нее можно поучиться. Конечно, можно ей сказать, вы так себя уверенно ведете, как будто у вас гигантский опыт, и вам 50 лет. Ты свою спесь-то сними или вали отсюда, салага. То есть, да, не позволяйте каким-то вот таким вот мокрощелкам таким образом себя вести. Но здесь, конечно, в этом фильме все в гротеске и преувеличено. И этот клещ, когда увидел жертву, которая так и ждет, когда клещ в нее вопьется, то клещ и занимает такую позицию. Что ж тут поделаешь? Госпожа, я говорила, что изучала психологию искусства и особенно арт-терапию. Да, здесь, конечно, пресуппозиция, что я специализируюсь на психологии искусства и арт-терапии. Но, скорее всего, эти умные слова эта мошенница узнала только час назад. И еще важный момент, что я же говорила, что я занимаюсь этим. Здесь ответ да или нет предполагает, что она этим занимается. Да. Да. С Дасонгом что-то произошло в первом классе? С каждым человеком что-то произошло в первом классе. Обратите внимание, тем более первый класс является всегда стрессовым периодом, как правило, для любого малыша. Но это развивающий стресс, который он преодолевает. Ведь, как минимум, из одной среды детского сада он погружается в новую социальную среду первого класса. И, в принципе, в течение этого большого промежутка времени, который продолжается год, первый класс что-то-то должно произойти. И здесь это типичная в кавычках чтения мыслей или гороскоп. А настолько сейчас доверчивом состоянии находится мамочка, что она скажет «Откуда вы знали? Да, удивительно!» И тем самым она еще больше начинает верить в этот выживый авторитет этой мошенницы. Ну, понимаете, да? Простите за откровенность, но прежде чем решить, готова ли я работать с Дасонгом... Но прежде чем решить, готова ли я работать, тут она тоже набивает себе цену. Потому что если она скажет «Я готова работать с вашим сыном», это будет подозрительно. А здесь она создает искусственное препятствие для того, чтобы создать необходимость мамочки это искусственное препятствие преодолеть. И фактом прохождения этого препятствия эта мамочка начнет все больше и больше ценить и радоваться возможности работать с этой мошенницей. Ведь в карте мира мамочки это же не мошенница, а это профессионал высокого уровня. То, что она мошенница, поймет тот, у кого есть адекватность в мозгах, помните. Мы с вами, например, уже знаем, что к чему. Монгом, я хотела бы услышать об этом от вас. Да, я хотела бы услышать об этом от вас, поэтому расскажите. Вот так вот она кошмарит эту доверчивую и глупенькую мамочку, к сожалению. Надеемся на данный момент, что скоро придет отец семейства и отделит мух от котлет и сделает здесь обряд экзорцизма и выжгет отсюда паразитов. Но нет, он тоже поведется, к сожалению. Unfortunately, можно сказать, здесь господи, но я так сразу как-то... Смотрите, как она вовлеклась, аж слезы потекли из глаза ручьем. что же делать? Тогда ладно. Смотрите, нижний правый угол у нас называется зоной шизофрении. Здесь проявляются признаки психических отклонений. Какие умные слова она использует, но каждый слышал что-то про шизофрению, потому что каждый родитель, он должен чувствовать необходимость заботиться и хотеть самого лучшего своим детям. И здесь пользуется эта мошенница этим. Пользуется. Здесь, конечно, по-хорошему можно было бы ее выгнать из дома сразу. Не верьте людям, которые вас кошмарят, создают проблему. Это, как помните, видео, телемагазин на диване, где продажа пылесосов, где показывают кадры с какими-то большими клещами, которые как бы живут в ваших коврах. Конечно, доверчивые пенсионеры собирают последние деньги в обмен на эту рухлядь. И так вот пользуются их доверием и их страхами. Не позволяйте никому вас кошмарить. Утро вечера мудренее. Всегда соблюдайте временную дистанцию. Обмозговывайте, взвешивайте критически все плюсы и минусы. Не принимайте никогда решений сгоряча, как эта мамочка сейчас оказалась вовлечена эмоционально в этот искусственный кошмар и стала сразу ведомой. Посмотрите, Дасонг нарисовал здесь необычный узор. Ясно. Ясно, да, вижу необычный узор, говорит мамочка. Да, здесь, конечно, эта картина используется, чтобы, типа, доказать правду. А сама эта мошенница думает, как бы сейчас не заржать, как бы сейчас не заржать. И совсем скоро будет сцена, где эта мошенница будет рассказывать, как ей было сложно не заржать в этой ситуации. Но представьте, да, совсем бессердечные скотины. Жизнь им дали, работать им дали возможность зарабатывать, но паразит, помните, ему всегда мало, паразитам всегда мало. Они даже, когда сожрут полностью организм, в котором находится, даже тогда им будет мало. Рубят сук, на котором сидят, чтобы просто продолжать рубить и вредить. Мало бы, ладно бы себе рубили, ладно бы себе только вредили, но всем же вредят. Всем. Так и здесь, поэтому этот фильм это философская притча. Смотрите, как она засуетилась и оглядывается по сторонам. Вот, посмотрите туда, там то же самое. А может быть, это просто в правом нижнем углу это желание этого мальчишки таким образом расписываться на своих картинах, понимаете? совершенно верно. Совершенно верно, точно. Тот же узор в той же зоне. Вы понимаете? Вы понимаете, что это значит? Да, да. Я понимаю теперь вашу боль. Вот такой вот ужас. Смотрите, как эта актриса хорошо играет эту мошенницу. Каждый день по сто раз смотрю на эту картину. И я даже подумать не могу. Ну, а с другой стороны, что у мамочки появилась какая-то забота в ее жизни. Ей настолько некуда деть свое время и свою жизненную энергию, что теперь хотя бы таким образом ей есть, чем свое время упорядочить. Ей создают искусственно проблемы и дают ей возможность их решать. И для нее теперь будет дорогим с точки зрения оплаты развлечением это решение этих проблем, которые ей создали эти мошенники. То есть, грубо говоря, эта мамочка сама ходила по улице и деньги купюрами, такими пачками высовывались из ее кармана. И неудивительно, что она привлекла к себе таких паразитов и мошенников. Поэтому больше всего можно предъявить здесь кому к ней. Не будем волноваться, давайте соберемся. Снимем себя в руки. В сознании Ида Сонга спрятан черный ящик. Вы готовы открыть этот ящик со мной? Какая продажа, да? Да, Создает метафору черного ящика. И без меня никто не сможет его открыть. И давайте же откроем его вместе. Продажа через метафору. Как красиво. Ну, любой инструмент он как лопата. Лопатой можно губить, а можно и дома строить. Его откроем. Тогда нам нужно четыре двухчасовых занятия в неделю. А вот и оффер. И это будет не просто обучение. Это настоящая арт-терапия. Конечно. Поэтому и расценки будут по самому высшему тарифу. Да, паразиту всегда мало. По самому высшему тарифу. Жри и сожри до конца. До конца сожри. Это возунг паразита. Извините. еще извинились. Да, разумеется. Ну, конечно, она согласна. Ты так ее закошмарила. Она готова теперь отдать все свои деньги за иллюзию надежды и лечения от болезни, которые только что она сама узнала. А вот и отец до сонга. А вот и отец до сонга пришел. То есть отец того сынишки. Ну что, мои дорогие, сказка ложь давний намек. Добру молодцу урок. Не ведитесь никогда на тех, некую проблему, проблематизирует какой-то миф, чтобы потом предлагать вам решение. Всегда создавайте пространство между внешним стимулом и вашей внутренней реакцией. Утро вечера мудренее. Перед любым решением остыньте. И не будьте подобны этой мамочке, которая в силу своей неадекватности уже второго паразита пропустила в свой дом и в свою семью. С вами Альберт Сафин. Мы с вами завершаем вторую часть разбора шедевра на мой взгляд мирового кинематографа фильма из Южной Кореи «Паразиты». Я верю, что хотя бы одна из гипотез, озвученных мною выше, окажется для вас полезной, особенно в долгосрочной перспективе. Я рад быть полезным. С вами Альберт Сафин, автор и ведущий курса развития стратегического мышления. Думать долгосрочно, действовать точно. Верю, мы встретимся в пространстве третьей части разбора этого шикарного фильма. До скорых встреч, мои дорогие. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова